Здравствуйте, меня зовут Нурклисов Галун Курманжанович, я адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов. В последнее время очень много граждан начали привлекаться к административной ответственности за участие в незарегистрированном общественном объединении КОЩПАРТИИ и поэтому нарушение следею изыскивают штрафы. Прилучение по статье 489 часть 10 Кодекса административных правонарушений идут во многих городах Республики Казахстан. Я, как правозащитник, глубоко обеспокоен тенденцией наказания граждан Казахстана властью за свободное высказывание людьми своих мнений и поддержку идей свободы и равенства правов человека. Право на убеждение, а также право на объединение является естественным политическим правом человека, которое не должно нарушаться государством. Данное право, как убеждение и право на объединение государство обязано принимать как должное, уважаемое, естественное и политическое право человека. Будучи членом ООН, Казахстан принял устав ООН, а также признал пакт о политических и гражданских правах человека, которому, согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан, обязан следовать неукоснительно. Довожу до сведения, что Казахстан проиграл в Комитете по правам человека при ООН 11 дел, в котором было признано, что Республика Казахстан нарушала права человека. Независимая внутренняя политика Казахстана за 30-летний период привела к тому, что в Казахстане появились политические заключенные и преследуемые за политические убеждения. Убеждение и несогласие с властной политикой государства является здоровой политической конкуренцией действующей власти, в связи с чем власть должна или принимать вызов, внося корректировки в своих задачах, или должна, как во всех цивилизованных странах, подать в отставку, предоставив ответственность за судьбу государства новому поколению, не обремененными текущими долгами и обязательствами, по которым не смогла справиться. Мое обращение не является политически направленным, но является сообщением руководства государства о том, что действия по наказанию за убеждение и объединение дают отрицательный эффект силовикам, а также самой власти. Повторяю, граждане вправе свободно объединяться без образования юридического лица, и является это их законным, я подчеркиваю, законным правом человека. Ответственность за участие в незарегистрированном объединении наступает только тогда, когда объединение выступает юридической стороной или лицом в гражданских отношениях с другими лицами, то есть совершает определенные действия, по которым возникают права и обязанности. Подчеркиваю, что объединение без совершения сделок или обязательств это объединение по убеждениям, это и есть политическое право граждан, это и есть активная деятельность граждан, которую надо принимать и уважать, но не наказывать. Призываю прекратить необоснованное применение статей Кодекса административных правонарушений по участию в КШ партии в незарегистрированном объединении граждан как незаконным и антиправовым.